итак мы продолжаем насть привет пусть он поправляется шпинат я не мог тебя никак подождать мне фокс на время одолжил свою удачу и нужно было быстрее крутить так смотрите в чем подвох на тенью не выглядит самый адекватный да эти двое несут какую-то дичь непонятную вообще они кажутся стрёмными вот этот парниш ну спит ну спит генерал и спит что трогать то он вообще не вызывает никаких подозрений поеду-ка я кое-кого устраню так а ну-ка иди сюда начнем с устранения химии так и тебя устрани я оставлю наверное только генерала потому что он самый адекватный так тенью не при всем моем уважении к твоему пушистому хвосту генералу все же а нам обязательно отсеивать всех до единого это называется перфекционизм получается да а я не хочу трогать генерала понятно больше никого и не осталось ладно скина рука март упа упа вы мне на пугари зачем же так резко просыпаться тебя не устраивает твоя нынешняя жизнь на анти подсчеты полезла копаться в прошлом ну вообще-то устраивает а тогда зачем ты в прошлом копаешься да ну грим мастер ну спит генерал и спит что такого то пусть спит тогда почему тебя так волнует прошлое ай я просто уважаю чужой сон если человек спит я не дарю желанием его будет и жду от людей того же в ответ только к сожалению это так не работает большому огромному сожалению как же риски больно как же риска страдает там уж данный рида да да в жизни это именно так и работает нам пришлось деда разбудить а это еще что у это печка я знаю я знаю теперь я знаю ребят это печка я знаю что это обогреватель из белобога минуточку а чё обогреватель из белобога делает вообще на аптекарском рынке кажется они переживут кажется они окажется одни переживания наслоились на другие скажем так это инородный объект странно что не мусорка сбила бога так если бы мы были в воспоминаниях химия там так и было бы инородный объект похоже на медицинский термин мне потребуется операция нет полагаем его появление побочный эффект устранения искажений матрица открыла доступ к давним переживаниям пусть и не тем что мы ищем может быть ребят все время которое она провела во льду она мечтала просто об обогревателя будем из тебя удалять обогреватель белоборский по форме можно и ударять вступив в контакт с объектом возможно так мы ускорим процессы раскроем связанные с ним переживания ей холодно было наверное во льдах и она такая опа обогреватель белоборский я уже не видела это название на звездных картах торговые пути сянчжоу пролегают через множество схожих звездных систем к сожалению после появления легиона антиматерии контакт со всеми ними был потерян ну так время восстанавливать связи да белоборг это изолированный город покрытый снегами после большой катастрофы такие обогреватели встречаются в нем повсюду без них вы его жители не выжили да 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 марта была голой во льду именно поэтому ничего кроме льда ей передать и не удалось андрей привет за мной госпожа верховная провидится я проведу вас я проведу для вас головокружительную экскурсию по белобогу давайте потрогаем а стоит ли вообще прикасаться к обогревателю эта штука вон раскалена до красна а вдруг моя рука зажарится до румяной корочки ну значит таков путь ничего это же воспоминания то что не навредило тебе в жизни не навредит и в воспоминаниях я бы ей не доверял мне это дзиньюаня тоже не доставалось однако да однако тут он навалял довольно уже трогай давай не тяните мне руку ай горячо-горячо это жареная март да как так-то горячущий вид на вы говорили что не навредила в жизни не навредит и здесь подождите рука все-таки поджарилась да я сказала что ты не получишь фрида которого не было в жизни а вот про болевые ощущения не было ни слова то есть рука до корочки не поджарится но больно будет как будто поджарилась он так это и есть белобол я думала здесь будет холодно так обогревать или же ну как бы холодина госпожа верховная провидится разве вам не холодно я вся продрогла видимо это от того что я никогда не ощущала настоящего холода боюсь тебе придется дрожать в одиночку настоящая подруга ребят настоящая на лофу мы с тобой пережили одно и то же поэтому я и смогла тебе помочь однако на белобоге тебе остается выявлять источник искажений и проявлять инородный объект а только своими силами да да поняла это опять надо вспоминать и да госпожа март у меня есть еще вопрос доводилось ли тебе переживать большие страдания ну да ей только что руку в обогреватель сунули думаю нет с чего вдруг вы об этом спрашиваете порой некоторые забывают травмирующие события чтобы избавить тебя от болезненных воспоминаний быть может ты не заметила но все кто он тебе встречал встретился в воспоминаниях на лофу прямо или завуалирована просили перестать вспоминать ага мне кажется таким образом к тебе напрямую обращается подсознание с другой стороны не стоит исключать что твою память могли вторгнуться внешние внешние силы если твой случай последний вероятно кто-то оставил предупреждение в твоем подсознании чтобы помешать тебе вспомнить правду и кому бы я была настолько важна чтобы он проделал такой труд лишь бы заблокировать мои воспоминания как бы то ни было ты все же стремишься вернуть воспоминания ведь так ну нырит да а я хочу спросить об одном ты уверена что готова продолжить изучение воспоминаний значит вы говорите что внешние силы влезли мне в голову да это ж только усиливает мое любопытство никому не сойдет с рук блокировать мои воспоминания идем я проведу вас в отель бьета не связано ли это хоть как-то со стеллороном чудесно стоит признать с каждой минутой я нахожу эту историю все более занятный наверное это воспоминание первом дне в белобоге на следующий день нас уже объявили в розыск этот день со шкафом ребят найти того кого здесь быть не должно на кто же это был по-моему гепард нас сюда доставил вот это я точно помню если здесь будет зелье я точно скажу что это она сам по а а зелья зелья здесь быть точно не должно ребят она все это время была немножко в другом месте в отеле гёте подают чай высочайшего качества особенно весна китовых приливов по легенде однажды архитектор использовал силу сохранения чтобы вырастить камелии на снежных полях именно из листьев именно из их листьев приготовлен этот чай весна китовых приливов это ведь сенджоуский чай мой мозг просто дорисовывает картину потому что я никогда не пила известных чаев белобоги на типичный сон ой какой горький ужас а марта ты не вспомнишь что зелья здесь вообще как бы но не было горький чай полезен для здоровья и они из брони еще не знакомы даже горечь есть горечь не встречая такой вкус никакая польза его не спросит как гласит старинная белоборская пословица счастлив тот кто вытерпит любую горечь но не в чай ребят не в чая одна сцена безумнее другой видимо сценарист из моего подсознания совершенно бездарный вряд ли твое сознание проявила бы больший талант не спорю а возможно как-то он давненько не видели или а март и правда давненько когда дела после твоего отъезда из белобога смысле отъезда из белобога это ж первый день это ж первый день в белобоге ты чё здесь забыла экспресс не станет разворачиваться напротив он мчится прямиком к другому краю галактики потому что такова его судьба тоже касается и нас и мы не сможем вернуться в прошлое прям каждый образ в ее подсознании орет не копайся не лезь она тебя сошрет март не думай о прошлом ничего хорошим ничем хорошим это не закончится поверь а ясно спасибо одно предупреждение за другим с каждой минутой ситуация становится все страннее это точно идем дальше посмотрим что ждет нас впереди так ну это точно здесь быть не должно и я насколько я помню на второй день нашего пребывания в белобоге за нами погнались и прогревая стража только многим позже мы встретились зеля именно а это значит зелья в таких воспоминаниях быть не должно она и есть источник искажений в таком случае искажение нужно устранить похоже ты не веришь мне но как бы на то есть причина дело не в этом просто ну не должно тебя тут будет отвечать не обязательно и это лишь иллюзия которая мешает себе двигаться дальше понятно вперед давай фусюань покажи им на кастовала чего-то странного зато отряду живется хорошо сам по здесь тоже быть вообще не должна а хочу это дай-ка взглянуть разработана на космической станции герта и чё здесь делает терминал видимо это и есть инородный объект следующим воспоминанием будет то я и химия стрель впервые встретились на космической станции герта поговорить со всеми а я не успел я думал дадут возможность а нет ну-ка а есть есть возможности кей до чего же отличный чай жаль что он не каждый способен оценить его прелесть нитки прямо когда разобвение госпожа март ведь благодаря ему первоначальная горечь сменяется нежным послевкусием и броня говорит что это не потеря памяти а это настоящий дар забвения благодаря которому можно счастливо жить дальше это бродя совсем не такая какой я ее помню источник искажения уже довольно близко бы и моего затыкали до обязательно шути нагонять успокойся гарантирую в матрице предвидения ты в полной безопасности еще скажи что боли здесь тоже не чувствуют пелагея сергеевна здравствуйте давай никит удачи добро пожаловать в отель сам по госпожа март подождите а он там и правда за стойкой стоит и он не просто стоит а это его отель что март ты как 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 у тебя там с кукушкой прежде отель сам по назывался отелем геота однако после ухода старого геота на пенсию сам прибрал отели к рукам и переименовал его свою честь то есть получается он заработал денег на копченых колбасках и купил себе отель чего нере это вы в гости лочи познакомились я еще не знакомился счастью качество обслуживания осталось на том же высочайшем уровне как и раньше этот отель остается лучшим местом для отдыха в административном районе у меня лочи еще далеко впереди там где-то после дракона отмечу и новый слоган отеля сам по не думай о прошлом стремись в будущее полагаю такая формулировка вам по вкусу госпожа март ныри нет откуда я мог не 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 на кажется ей можно доверять но это же просто плод моего подсознания так что ладно прощай но гепард здесь был это точно госпожа март добро пожаловать в отель сам по я гепард здешний охранник еще это это как у март настолько расплавилась кукуха это но даже если бы во сне такое произошло это было бы странно не зачем же вооружать до зубов охранника отеля неужели в белобоге царит беззакония ну да там главный преступник он владеет отелем нет-нет гепард служит командующим стражей с родней командиром облачных рыцарей на лофу понятия не имею каким образом его приставили охранять отель не обязательно всех стирать до качу не стоят это ж ужас вы посмотрите кем стал гепард я думаю он только рад будет есть его стереть не так уже удивительно стремясь добиться логике мы связываем разрозненное и в итоге получаем казалось бы осмысленный вымысел осмысленный вымысел вымысел под названием жизнь помните киса прошу прощения господжа март а вам что-нибудь нужно если нет позвольте вернуться к несению службы и да посмею напомнить а вы не сможете изменить прошлое вам остается лишь шагать в будущее и правда мог такое сказать ну да не менее это иди отдыхай просто по поводу лучше я помп я полагаю знаете чего полагаю у меня есть ачивка за квест случай вот не закрытая поэтому нет не трогал сам по как тебя сюда угораздило простите блин какая все не маленькая такая же она маленькая госпожа март давно не виделись добро пожаловать в отеле сам по сам по этаж отель геота был отель геота а теперь отель сам по подстрасть лет старик геота стал слишком слаб чтобы руководить отелем поэтому он передал руководство самому надежному из своих молодых приближенных сам по каске боже в какой вирту в какой альтернативной вселенной могло такое произойти я знаю о чем ты можешь подумать но здесь нет никакого мошенничества только исключительная договоренность между джентльменами видишь ли мы со стариком геота решили отпустить воспоминания облом и встретить будущее тоже рекомендую тебе марк да вы уже запарили на самом-то деле от этого синеволосого типа так и веет и лживостью едва он раскрывает рот фусю они хорошо разбирается в людях чтобы раскусить сам по вам даже нефритовые счеты не понадобились день день нет да да давай ты не на своем месте так ну а теперь можно в принципе и штуку то потрогать какая жалость что мы не увидели ошеломительные пейзажи заснеженных равнин стоит полагать лобби отеля произвело на тебя более глубокое впечатление это точно проснуться в уютной постели после крепкого сна и узнать что тебя разыскивают как преступника да такое запоминается гораздо ярче мы двигаемся к следующему пункту вернее конечному пункту вперед ну если конечно ты готова трогаем этот монитор гораздо приятнее раскаленного обогревателя ну да митки март просыпайся нам надо торопиться мы куда-то идем как же госпожа фусюань фусюань кто это хватит видать в облаках на станции чрезвычайная ситуация ты о чем идем со мной аста говорила что у стеллорона хранится в той комнате полагаем легиона тоже хотелось узнать о его местоположении я вспомнила это было до них он а а ты где госпожа верховная провидится вы меня слышите а блин чет пошло не по плану март как я умеет все ломать ок и что мне делать почему госпожа фусюань испарилась в самый тревожный момент ты меня слышишь все больше фактов указывают на то что твои воспоминания были повреждены но я не знаю чем и как на этот раз придется действовать самой ну а чё там с блэйдом было да я не успел даже так но орлан вроде на своем месте март если ты и дальше будешь рваться в прошлое на в нем ты найдешь лишь смятение и хаос спасибо но сегодня мы это слышали много раз ты последняя принцесса а также последняя выжившая алмазной планеты отдали вон как только произошло возвышение на нука планета была превращена в выжженную обсидиана вую пустошь мне же не кажется и этого сюжете раньше не было то есть она единственная выжившая со своей планеты и к тому же она еще и принцесса меня же все нормально с памятью да это впервые раскрывается эта информация ну впервые же то в отчаянии родители обернули тебя теплыми пеленками и посадили на ледяной корабль наблюдая за тем как ты погружаешь погружаешься в бушующие волны звездных просторов они обрели новую надежду тебя нашли и вырастили чужеземцы ты единственная надежда на возрождение своей цивилизации постойте-ка я же сама это придумала а эту историю о своем прошлом я сама и сочинила а для ладно хорошо запеете март фанфики я себе писала и вот отлично сначала воспоминания теперь все знают и о моих фантазиях она хотела оказаться принцессой его и бедя ладно ладно хорошо это было забавно но зато теперь понятно кем март себя видят да не нанере я я думаю нормальная мечта для девочки ну если не знаешь своего прошлого почему бы не представить себя принцессой но это лучше чем оказалось бы что просто и его родители выбросили ну просто в космос какой ужас март неужели ты забыла о своем прошлом взгляни на свой лук он освежит воспоминания никогда ты была галактическим рейнджером которая жесточенно сражалась со статками роя вместе со своими союзниками ты спасла планету в изумрудной системе от поглощения черной дырой и ловко разрушила коварные планы доктора примитива больше комиксов у этой девушки не наливать пожалуйста ты была тяжело ранена в битве за ван ваг предводители рейнджеров поместил тебя в лед чтобы ты смогла отправиться в безопасности мой лук на ведь его до меня она создала химика лжешь получается ладно пускай стоит так подождите а эти штуки они ладно с ними нельзя взаимодействовать я хотел проверить их описание сходится или не сходится так госпожа аста то есть герта простите куру-куру мартин была безымянной на борту звездного экспресса после того как химика подобрала ее она была освобождена из шестифазного льда в котором была заключена она потеряла всякую память о прошлом у нее не было прошлого ведь она была одной из ионов у которых не бывает прошлого с момента возвышения будущее и прошлое ионов затмевается сиянием их пути а это я сегодня в шутку сказал что вдруг она и он лоль и такой вариант короче даже сама получается март рассматривала типа а вдруг я и он преступная небрежность мартин решила ее могущество иона а вдруг такого самой не происходило но и это вполне могло случиться на март вообще по ходу все варианты возможные варианты перебрала март оставь воспоминания в прошлом почему ты так усердно стремишься их вернуть будь они тебе важны ты бы их сохранила когда безымянный садится на экспресс до него начинается новая жизнь мы пускаемся в новый путь из которого никогда не вернемся и следуй и иди по пути освоения но не думай о прошлом иначе запятнаешь репутацию безымянных кого здесь быть не должно орлана феликс приведет или не орлана сейчас проверим нет тогда давайте контрольный в химии выдадим чтобы не париться довольно ты не химия у вас нет ничего общего химия ни за что не станет убеждать меня отказаться от того что мне важно вылили контрольный сработал ок мне все равно кто ты исчезни сейчас же иди с дороги и больше никогда не смей притворяться моим другом но это пробная пусть уанька не на ребят давайте отдадим должное фантазии марк она у нее есть она у нее работает правда в каком направлении это уже другой вопрос важен сам факт но нере я не не буду тебя останавливать потому что это здравый наверное ход тот самый призрак разве координаты пришли мне с космической станции слабое сердцебиение и пульс марки попробуй сделать искусственное дыхание это химия наша первая встреча но химия сейчас не здесь кто ты я тебя не помню а я посланник сада воспоминаний госпожа март прошу вас воздержаться от поисков прошлого вот а теперь все становится понятно кто пытается ее уберечь блин ну само собой она будет хороша учитывая то что есть и хп и скорость эх покиньте матрицу предвидения и возвращайтесь в реальность прошлое того не стоит она вас только ранит ничего более кстати да я согласен что лучше где-то возможно в 1617 будет может даже и позже ну так что накопить еще время будет так что нере смело крути это тебе надо уйти я не отступлюсь сад воспоминаний тебя послал предельщик света это ты нарушала мои видения что тебе нужно от этой девочки но это не важно похищать чужие воспоминания сбивать людей с толку пускать пыль в глаза я не могу этого допустить ты не оставляешь мне другого выбора придется прибегнуть к нестандартным методом госпожа март это будет неприятно но я собираюсь войти в мир твоих воспоминаний и помочь преодолеть преграды ну давайте отсюда ну у меня дракон без сигны не особо у меня как бы расстраивает на самом деле для виртуалки его хватает за глаза не ну рано или поздно я ему возможно и виртуалки в этом конус но скорее всего нет потому что у него уже есть какой-никакой я скорее всего из виртуалки на путеванику попытаюсь вытащить посмотрю что там есть адекватного блин а если там конус фу диме и она то есть нормально с конусом от герты тогда я более-менее спокоен спасибо за помощь госпожа фусюань обещаю что буду мне усыпно наблюдать за тобой я получила благословение путницы мудрости и поэтому никогда не приемлю попытки скрыть правду да девушка назвала себя посланницей так зачем же я понадобилась саду воспоминаний каждый член садом придерживается собственных убеждений поверхностное их изучение не даст точного ответа это ведь звездный экспресс кажется ты им приближаешься к источнику скоро высшая матрица предвидения продолжит вычисления будет забавно если это все что мы узнали они привет ты помнишь где именно тебя обнаружили на лед нашли в комнате экспресса там я впоследствии и обосновалась что лед нашли в комнате экспресса не 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 летающим в космосе она заспавнилась в экспрессе в виде льда что чего это как блин у нее значок с желудем я только сейчас это заметил давай им пройдемся по составу не найдем твою комнату это что-то странное да да кнери я про то и говорю что как бы в космосе она могла и врезаться в экспресс а блять дэнхэн давай-ка расколем эту глыбу льда возможно нам удастся спасти девушку замурованную в ней в ней я чуть кринжанул внезапно не ожидал я такого осторожнее не навредите ей понял помпом неси аптечку несу 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 наверное это тот день когда экипаж нашел меня я совсем ничего не помню некоторые воспоминания скрыты глубже для них для их проявления потребуется больше времени что происходит почему мы вернулись самое начало дело рук посланника она снова сбивает тебя с пути можно не не оглядывайся иди вперед шестифазовый идет такой странный казалось что это бедняжка была скомана льдом но у найденного вещества совсем другое физическое совсем другие физические свойства поразительно в разных условиях его кристаллы принимают по крайней мере шесть разных форм шестифазный лед галактика и впрямь полна загадок я для вас шутка какая-то так ребят давайте сделаем небольшой перерыв буквально пять минут и мы продолжим там вон как раз ужастик бегает там как раз ужастик бегает